Е3 мертво. Да здравствует The Game Awards. Именно с этих слов хотелось бы мне начать данное видео. В этом году, считайте, официально закрыли видеоигровую выставку Electronic Entertainment Expo, на которой на протяжении почти 30 лет геймерам презентовали новинки из мира электронных развлечений. Организаторы оправдались, дескать, павильоны арендовать дорого, мероприятие не окупается и всё такое. Неважно, короче, факт в том, что закрытие Е3 очень многих расстроило, в том числе и меня. Издатели, конечно, продолжают проводить локальные презентации, но это уже не то. Нет былого масштаба, ощущения праздника. Но вот уже несколько лет роль главного геймерского события года берёт на себе церемония награждения TGA, этакий видеоигровой Оскар. С каждым годом мероприятие становило всё масштабнее и захватывающее, и в этом году оно достигло своего пика. Я смело заявляю, что церемония награждения The Game Awards 2023 года одно из самых лучших игровых мероприятий за последние, ну, 10 лет уж точно. Великолепное шоу, куча крутых анонсов, невероятная праздничная атмосфера, камео легенд индустрии и голливудских актёров. Короче, чё тянуть кота за сами знаете, что? Давайте я вам лучше вкратце расскажу, что показали на выставке, какой проект стал игрой года и почему я по таким впечатлениям. В качестве ведущего уже по традиции выступил небезызвестный Джефф Килли, вместе со своим новым другом Маппетом. Не спрашивайте. Просто примите. Из первых же минут презентации нас начали засыпать невероятно крутыми анонсами и трейлерами. Начнём с крупняка. Первым приглашённым гостем был Крис Джадж, актёр, подаривший голос и движение Кратусу из ребута Gotovar. На самом деле удивлён, как его вновь пустили на сцену. Ведь дело вот в чём. В прошлом году Джаджу вручили награду за лучшую актёрскую игру, и прикол в том, что, находясь на сцене, он очень расчувствовался и начал больше 10 минут пускать скупые мужские слёзы и благодарить всех, кого только мог вспомнить. Разработчиков! Маму, папу, бабушку, собаку! Организаторы ему всячески намекали, что, брат, время вышло, а он всё не замолкал и не замолкал. Дабы намёк был чуть более ясным, звукорежиссёр начал повышать громкость фоновой музыки, чтобы его заглушить. Но это не очень-то и помогло. Он просто начинал говорить ещё громче. Короче, ситуация смешная вышла. Организаторы этот случай хорошо запомнили, и в этот раз, как только Крис начал толкать свою речь, резко повысили громкость музыки. Мистер Пачино, забыть, что мою женщину... Все посмеялись, он тоже посмеялся и даже зарофил, мол, его речь в прошлом году была длиннее, чем синглплеерная игра в третьем Modern Warfare. И на самом деле это... правда. Так, а чё он здесь, собственно говоря, делает? Да так, просто подводит нас к анонсу DLC для прошлогоднего бога войны. Дополнение получит подзаголовок Вальгала. Выйдет уже 12 декабря и будет представлять из себя сюжетный рок-лайк режим. Если кто не знал, рогалик — это такой жанр, в котором ты ходишь по процедурно-генерируемым локациям, собираешь всякие бусты и убиваешь мобов. А в случае смерти теряешь почти всё, что успел нафармить, и начинаешь, соответственно, заново. Подобный DLC недавно выходил для Сосин Вальгала, кстати, что довольно иронично. Справедливо будет обвинить Санта-Монику в студию в линии безидейности, но с другой стороны, дополнение бесплатно, так что грех жаловаться. Если продолжать тему эксклюзиву в пятой PlayStation, то хочется отметить показ геймплейного трейлера Rise of the Ronin от Team Ninja. Широкой общественности неизвестны благодаря своим сериям Ninja Gaiden и... Не ох. Их игры славятся своей комплексной и интересной боёвкой, и, судя по показанному в трейлере, ребята держат планку. Схватки выглядят очень динамично. Главный герой прыгает как в жопу ужаленный, притягивается к врагам крюком, взмывает воздух благодаря импровизированным механическим крыльям, ну и парирует вражеские выпады. Ну какая игра от Ninja Team без парирования? Хотя... Какая игра в 2024 году без парирования, учитывая, что их сейчас уют вообще во все игры? Вон, даже во втором паучке на этой механике была вся боевая система построена. Короче, игра выглядит очень красиво, я бы даже сказал Next Genova, и погружает в интересный самурайский сейтинг. Очень такого не хватает, честно говоря, за последние годы ничего толкового, кроме Ghost of Tsushima, не выходило толком. Станет же доступен игрокам этот симулятор Ронина на спидах 22 марта 2024 года. Ну и на этом игры Sony, собственно, все. Неудивительно на самом деле, учитывая, что свой основной контент они предпочитают презентовать на личном мероприятии PlayStation Showcase. Хотя где-то в глубине души я ждал дополнительную информацию о готовящемся Росомахе, но, видимо, не судьба. А вот, кстати, и важное сообщение прямо с The Game Awards. Epic Drop. Огромная подборка дропа на любой вкус. И прямо сейчас на сайте идет операция Frozen Blade, получить которую вы можете на халяву, просто перейдя по моей специальной ссылке в описании. Короче говоря, экономия 600 рублей. А там, на каждом 15 уровне, пользователи получат гарантированные перчатки и тайное АВП. Кроме этого, на сайте появилась временная мини-игра Christmas Run. И он бесплатен для всех пользователей. Сузить просто нужно, играя за курочку, пробежать игровое поле во время охоты за ней. И за победу вы получаете призы, среди которых есть даже ножи. И еще очень крутые мега-кейсы, которые выдаются за накопленные победы в режиме. Также на Epic Drop появилось 19 новых кейсов. По старинке оставляю вам промокод на экране, который даст дополнительную попытку в мини-игре, а также процент к пополнению. Вот такие вот пироги. А мы возвращаемся к ролику. Ну что, самое время заценить, что там у Microsoft. Мелкомягкие не стали размениваться по мелочам и сразу начали бомбить крутыми инновационными блокбастерами. Hellblade 2, дамы и господа. Игру анонсировали аж в 2019 году. По идее, она должна была продавать консоль Xbox Series, но что-то разработка у ребят сильно подзатянулась. В том же году и вышел первый трейлер, но он не давал никакого представления о том, чем будет игра и как она будет играться. Позже выходил еще один трейлер, но он уже был крайне неинформативный. Героиня просто ходила туда-сюда по пещере и ловила шуи. На этой же презентации нам повезло. И геймплея навалили с экшеном и боями, что важно. И с действующими лицами познакомили. Очень детализированными и круто с анимированными, между прочим. Ну и некстген графона по флексиле, показав пачку довольно красивых локаций. Напомню, что первая часть Hellblade была по факту инди-игрой, в которой разрабы при помощи колхоза и небольших накоплений умудрились выдать нестыдную даже по сегодняшним меркам картинку. А сейчас ребят под крыло взяли майки, так что проблем с технологиями и бюджетом у них нет. И это видно. Продолжить скандинавские приключения иную вы сможете когда-то в 2024 году. Точной даты выхода, к сожалению, никто не называл. Игра, как и все релизы от внутренних студий, Microsoft будет доступна по подписке Game Pass в первый же день. А вот следующий анонс застал меня врасплох. Да и я думаю, и многих других тоже. Ведь нежданно, негаданно на сцену вышел он. Гений всея игровой индустрии! Хидео Кодзима! Вышел он в флексе в невероятных крутых красных макосинах и ярко сверкающей промежностью. В этот момент я подумал, в принципе, как и многие другие, о том, что сейчас вот он покажет новый трейлер второго Death Stranding. Но не тут-то было. Маэстро анонсировал совершенно новый айпишник. Хоррор-игру ОД. Как мы все с вами хорошо знаем, Кодзимыч уже очень давно с анонса отмененной Silent Hill грезит о создании своей хоррор-игры. И наконец-то, благодаря поддержке Microsoft, ему выпал такой шанс. И наш гений не был бы гением, если бы не начал в ИОО, и точнее, если бы не окутал анонс ореолом таинственности. В трейлере нам показали, судя по всему, техно-демку лицевой анимации. Около минуты актеры Софии Лили, Судакиры, Хантер Шафер поочередно корчат гримасы. Я думаю, в сообществе ценителей творчества японского геймдизайнера уже начали зреть теории о том, что же это за ОД этакий. Ибо, как мы знаем, Кодзимыч очень любит играть со зрителями и прятает в своих трейлерах кучу отсылок и шифров. На все вопросы от ведущего, мол, о чем же будет ваша игра, он отвечал что-то типа, «Это будет новое слово в медиаконтенте, а не игра и не фильмы, а нечто среднее. Мы задействуем всю мощь облачных технологий, чтобы сделать то, что еще никто никогда не делал». И все в этом духе. В работе над игрой ему, кстати, помогает известный кинорежиссер Джордан Пилл, который получил Оскар за сценарий к хоррору прочь. Ну и над десятком других хорроров он тоже работал. У них с гением еще диалог милый на сцене произошел, мол, Кодзима пришел в индустрию игры благодаря страсти кинематографу. А Джордан, наоборот, решил заняться разработкой игры, так как с молодостью является фанатом творчества Хидео. Если же, без шуток, очень интересно, что же там придумал наш японский друг. И вообще, как эта игра будет выглядеть. Остается лишь набрать терпение и ждать неточной даты выхода, никакой другой информации, к сожалению, пока нет. И знаете, если Кодзиму все-таки можно было в теории ожидать увидеть, так как слухи о разработке игры для Майкрософт ходят года так с 2021-го, то следующий гость действительно стал для меня сюрпризом. Ведь это не кто иной, как Мэтью МакКонахи. Да, тот самый актер, что снимался в Джентльменах Гаа Ричи. Ну или тот самый чел из мемы из фильма Интерстеллар, который плакал, просматривая запись монитора. В общем, да, популярная голливудская звезда посетила The Game Awards, чтобы анонсировать ААА-игру с ним же в главной роли. Над игрой вовсю трудятся выходцы из Байовар, на Тидок и 343 Индастриус. Люди в индустрии, короче, не последние. Проект представляет из себя экшен-адвенчуру в сайфайном сеттинге. Но это когда корабли космически летают, пришельцы из бластеров стреляют, а бутерброды греют в черных дырах. По сюжету главный герой попадает внутрь аномалии, в которую время течет в разы медленнее, нежели в нашем мире. Из-за чего пока он там решает свои дела, его близкие и родные стареют с невероятной скоростью. Короче, чувак решил еще раз сняться в Интерстелларе, только в видеоигровом формате. Разработчики в триллере делают упор на важность выбора во время прохождения. Мол, у каждого вашего действия будут неминуемые последствия и все в этом духе. Звучит вроде интересно, да и судя по геймплейным отрывкам, играется довольно бодренько. А вот когда ждать игру, неизвестно. Даты релиза опять нет. Зато даты релиза обзавелась игра про Манки Кинга. Да, никто не ждал, а про герои из второй доты делают небольшую крупнобюджетную игру. Ладно, я специально для идиотов скажу, что это была шутка. На самом деле, игра будет интерпретировать сюжет древнего китайского мифа о путешествии короля обезьян в сторону прогнившего запада. Анонсировали игру «Жесть как давно». Если мне память не изменяет, даже в 2021. И просматривая новый триллер, можно заметить, что игра нехило так обросла графоном. Локации стали заметно разнообразнее и детализирование, а дизайн врагов это вообще что-то с чем-то. Причем в прямом смысле. Восточные демоны здесь выглядят жутко, мерзко и по-своему вычурно. Ребята прям с фантазией подошли к разработке их дизайна. Да вы и сами все видите на экране, зачем я вообще вам это объясняю. Короче, впечатляет. Немного дает вайбам лжебогов из аниме «Адский рай», кстати. Анимешники! Фууу! И скромсать же в капусту вы сможете их уже 20 августа 2024 года. Ну или они скорее покромсают вас, ибо игра, если кто не знал, представительница так называемого в народе жанра «Солс-лайк». Угу. Ну или более простым языком, типа «Дарк Соулс». На самом деле будет интересно ознакомиться с историей Манки Кинга, ибо произведение «Путешествие на Запад» считается культовым. Но читать его сейчас хз кто будет, а вот игрушку пройти – это другое дело. Кстати говоря, в 10-м году для Иксбокса выходила вольная интерпретация этого рассказа в сеттинге зеленого постапокалипсиса. Называлась «Эндслейвед». Незаслуженно забытая классика, между прочим. Кроме Манки Кинга, графоном также козыряла новая игра по парку юрского периода, но, к сожалению, рассказывать о ней нечего. Все, что нам показали, это как девушка дропает от динозавра под оркестровую музыку. Ну и еще пару секунд геймплея отвалили. Если собрать все факты воедино, то можно сделать вывод, что игра будет от первого лица, и в ней будут динозавры. А знаете, кто был круче, чем динозавр? Акула. Суисайд Сквад, друзья! А что, вы ожидали про что-то другое игру? Не, ребята. Heart of the Iron 5 не выйдет. Анонс тоже не свежий. Аж с 20-го года лежит, ждет релиза, который, к слову, будет уже вот-вот. Меньше, чем через 2 месяца, 2-го февраля. И я думаю, уже все наслышали о скандале вокруг этой игры. А дело тут вновь в обманутых ожиданиях фанатов игр Rocksteady. Да, тех самых ребят, что сделали легендарную трилогию Архам. Всех кормили обещаниями, мол, вот, ребята, мы делаем кооперативную игру, ориентированную на сюжет, во вселенной вашего любимого игрового Бэтмена. Мы выходим на новый уровень, в игре есть и Лига Справедливости, и еще каноничные злодеи из DC-шных комиксов будут, гарантирую. В общем, ожидайте. Однако, естественно, все не могло быть так радужно. Ведь издает игру Warner Bros. Games. Последние несколько лет издательство ведет ожесточенную борьбу с Electronic Arts за право называться самой жадной компанией в индустрии видеоигр. То они лутбоксы, влияющие на игровой баланс в тени войны, добавят, то донатную дрочильню на скорую руку склепают, ну а в качестве добивочки они год назад геймплейный триллер отряда самоубийц выкатили, от которого у фанатов DC-шной вселенной поплавились к черту стулья. В демонстрации было все, что мы так любим. Разноранговые шмотки, цветастая палитра, джаггернауты, подсвеченные уязвимые зоны на врагах, зумерские шутки и все это, естественно, под модный рэпчик. Йоу. А, ну и да, по заявлениям девелоперов, игра требовала постоянного подключения к интернету. Само собой, трейлер сразу забросали дислайками, и в интернете подняли всеобщий бугурт. До такой силы, что разрабам из Rockstar пришлось переносить дату релиза и в срочном порядке все переделывать. В результате на TGA 2023 года мы получили довольно прикольный экшонистый трейлер под песню группы Gorillaz. Все сомнительные моменты из игры постарались убрать, постоянное подключение к сети пообещали вырезать патчем, но уже после релиза. И в целом и создается впечатление, что в это как бы можно даже поиграть. А, ё-моё, туда же файт с Бэтменом затезерили? Не, надо попробовать. Хотя, стоп, Максим, не сильно возбуждайся от этих летучих мышц-человеков. Доверие все равно подорвано, и в этом случае лучше будет не рисковать предзаказами и дождаться первых отзывов от игроков после релиза. Ну, или моего обзора. Да. Если что, по сюжету объясню. Там все супергерои заразились какой-то ебалой, и от этого сошли с ума. Ну, и нам, отряду Роскомнадзор, нужно будет все это разгребать в кооперативе. Вот, дорогие друзья, и, кстати, по следующим анонсам, давайте не будем сильно отходить от супергеройки, ни одним DC едины, как говорится. Марвелам тоже есть чем нас удивить. Ведь Аркейн Студия, создатели Prey, Dishonored, прямо сейчас трудятся над игрой про Блейда. Главный герой по канону сам наполовину кровосос, так что у него, скорее всего, будут какие-то сверхсилы. А мы с вами знаем, насколько же хорошо Аркейн умеет динамичный экшен-геймплей с использованием разнообразных паранормальных способностей. Также мы знаем, что студии еще и мастаки в создании очень красивого интерактивного окружения. Так что мне уже сейчас не терпится посмотреть на их версию Парижа. Ведь, по заявлению разрабов, действие игры будет разворачиваться в столице Франции. Думаю, после такого мощного анонса Аркейна можно просить их недавний Redfall. Будем считать, что они просто обкатывали механики сражений с вампирами для своего будущего Магнум Опуса. Когда игра выйдет, тоже не ясно, кроме синематики ничего не показали. Но в любом случае, ждем. А сейчас отдельный блог про всеми нами любимые Fortnite. Помните в своем видосе о пользовательских режимах я говорил, что будь у энтузиастов больше свободы при создании кастомах, то в рамках креативного режима можно было бы творить просто что-то невероятное. Ну так вот, эпики дали им такую свободу. Правда, только доверенным разработчикам, но это шаг хоть куда-то. Ведь в рамках игры релизнулся LEGO Fortnite, совершенно новая игра внутри игры. По своей сути, это будет эдакий кооперативный выживач. Все по классике, фармим ресурсы, крафтим шмотки, добываем материалы и так далее. Но тут поражает сам факт, это полноценный проект с новыми механиками, вещами и геймплеем. Да о чем тут говорить, в рамках плейса даже скины игроков стилизуются под конструктор. Правда, не очень понятно, как это будет работать со всей кучей скинов, которые за эти года появились внутри игры. Лично мне было бы интересно побегать по кубическому миру за LEGO модельку Айзека, Кларка или Наруто. Нужно будет попробовать, кстати, ведь режим вышел буквально во время презентации. Также анонсировали занятную аркадную гонку в том же режиме Творки. Оно и не мудрено, ведь на данный момент режим песочницы приносит эпикам основную прибыль. На фоне такого успеха они даже собираются прекратить развитие батл рояля. В общем, если вам будет интересно узнать об этих плейсах поподробнее, лайк, коммент, подписка и все в этом духе. Сделаем вторую часть, хотя первая вроде вам не сильно зашла, но вдруг что-то изменилось после вот таких анонсов. Перед тем, как вкратце пробежаться по более нишевым проектам, хотелось бы по традиции немного поглумиться над Ubisoft. Во время презентации они показали две игры. Тот самый 2,5D платформер про принца Персии, которую все уже заранее окрестили мусором, и многострадальную Skull & Balls. В случае с принцем ничего нового, это все такая же попытка нажиться на ностальгирующих фанатах трилогии Пескова Времени. Ну а если говорить о симуляторе пиратов, то игра обзавелась с даты выхода. Я думаю, Один Соник где-то очень этому рад. По обещаниям разрабов, которые мы несомненно верим после десятка переносов, игра должна выйти 16 февраля следующего года. Делаем ставки, ребята, будет ли 11 перенос или нет. Я думаю, вот все, нет, сейчас уже должно, наверное. Я, ну, соус, соус, 50 на 50. Ну а теперь, друзья, настало время затронуть тему, которая в приличном обществе считается табуированной. Аниме. На самом деле диву даешься, насколько китайские порно-мультики плотно вплелись в современную индустрию видеоигр. Ведь чуть ли не половину всего хронометража презентаций занимали японские игры, в которых широкоглазые кавайные девочки и мальчики орудуют гигантскими мечами и пушками. Да что тут говорить, знаете, кто получил награду лучшего контент-мейкера года? Витуберша со скином розоволосовой милой тянки, как говорится, нет пути. Ведь могли выбрать меня, я что, хуже? В общем, если описывать положняк дел в двух словах, то у любителей GRPG случился праздник. Просто загибайте пальцы. Атлусы показали новые трейлеры ремейка третьей персоны и метафоры фантазию. Под живое пение презентовали нарезку катсцен из грядущего продолжения перезапуска седьмой финалки. Она, к слову, также и забрала награду, как самая ожидаемая игра 2024 года. Была бы там GTA 6? Думаю, нет, не забрала бы. Вам и этого мало? А как вам коллаб седьмой финалки с Апексом? Признайтесь, вы же так давно об этом мечтали. Обладатели PlayStation 5 сразу после презентации смогли загрузить новые дополнения уже для шестнадцатой финалки. Еще одно, кстати, на подходе. Также Square Enix анонсировали продолжение Secret of Mana 93-го года выпуска. И я уже молчу о десятках всевозможных клонах Геншина и новой игры от самих Хонкаев. Невероятно красочный паттинг по драгонболу от Намка тоже тут. Sega, кстати, тоже удивила. Резко встав с колен и анонсировав сборник ремейков своих культовых игр из девяностых. Например, вскоре мы сможем увидеть легендарные Crazy Taxi и Jet Set Radio в обновленные обертки. Ну и в качестве добивочки... Помните ту кавайную японгу, которая в 22-м году замемилась в интернете после анонса Ghostwire Tokyo? Ну так вот, она тоже здесь. Как всегда, делает милые вещи на сцене и анонсирует невероятную стильную игру про отряд демонических убийц. Если брать калибр покрупнее, то Capcom представила новую игру серии Monster Hunter. Трейлер буквально срывает башню качеством анимации и неплохим графоном. И поверьте мне на слово, это еще далеко не все. И как же я забыл, друзья, про Индии. И, наверное, вспоминать дальше не буду. Упомяну лишь анонс которых многих не оставит равнодушным. Дамы и господа, вскоре нас ждет релиз World of Goo 2. Без сомнения, главный претендент на звание лучшей игры года на следующем ТГА. Что же касается номинаций, отдельно обмусоливать эту тему просто не хочется. Скажу сразу, Baldur's Gate 3 получил статуэтки, где только смог. И вторая важная тема, Genshin Impact, остался в этом году без номинации. Но фанаты все равно получили прямо гемы, поэтому как бы, с одной стороны, ура, мы победили. И с другой стороны, ну вот видите, типа можно, оказывается, не портить настроение другим геймерам в мире. Вот так вот бывает. Давайте дружить, может быть. Что касается остальных номинаций, просто выведу вам на экран, кто что получил. Ну что, получается теперь, друзья, подведем итоги. Пусть на этой презентации и не было анонсов уровня GTA 5. Все равно эти три часа принесли мне тонну удовольствия. А все дело в подходе к организации мероприятия. Ребята реально созвали всех видных деятелей индустрии. Кодзиму, Тодо Говарда, Сэма Лейка и многих других. Во время награждения в зале царила приятная дружеская атмосфера. Также они, несомненно, нашли чем удивить публику. А выступления артистов и музыкантов – это вообще что-то. Многие игры презентовали подживой оркестровый саундтрек. Remedy устроила мюзикл с актерами из старого Ланвейка, буквально повторив музыкальный уровень из игры. В конце музыканты исполнили инструментальные каверы главных тем из всех игр, которые претендовали на звание игры года. В общем, супер, впечатления очень положительные. К тому же радует тот факт, что следующие два года будут, скорее всего, наполнены отличными играми. Разве что хочется пожелать удачи ребятам, которые собираются выпускать игры в 2025 году. Потому что там, насчет игры года, думаю, все плюс-минус будет предсказуемо. Да!